Экстра бал, экстра бал, перед тем как начнем наш топ, я вам скажу классную новость. Скоро стартует битва блогеров 2, операция рай при поддержке Samsung. А что это такое? 8 крутых блогеров, включая вашего любимого видеоблогера, улетят на остров Бали и будут там биться. Используя главное сокровище острова Samsung Galaxy S6 Edge. Нам предстоит пройти 10 захватывающих миссий и испытаний. Мы будем кататься на слонах, путешествовать на яхте, лежать под пальмой. Победит только один из нас, слейте за проектом на канале Samsung Russia. Поддерживайте меня и голосуйте за меня на канале Samsung. Все, теперь перейдем к фильмам. Экстра бал, вы смотрите самый народный топ в мире топ 5 да 5. И с вами я, ваш любимый видеоблогер Ли Икей. Ведь я сидел здесь целых 3 дня, с воскресенья по среду, чтобы продолжить эпичный топ 15 фильмов всех времен и народов. И сегодня мы увидим фильмы, которые расположились с 10 по 6 место. А места с 15 по 11 вы можете увидеть вот здесь. Тыкай сюда, вруби аннотации и тогда сможешь нажать на это видео. Все. Лега, 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 лега. Быстро, 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 ушел, ушел, ушел. И на 10 месте у нас фильм о том, что если мы чуть-чуть поменяем прошлое, то мы полностью изменим наше будущее. Эффект бабочки. Место номер 10. Фильм Эффект бабочки, первый в одноименной трилогии, основан на понятии из теории хаоса. Фильм снят в 2004 году и хотя до этого сценарием и идеей фильма зачитывались многие, реализовать это на экране никто не решался. Все изменилось после того, как идея попала в руки Эштону Катчеру, который, прочитав, о чем идет речь, выступил в качестве одного из продюсеров, а также снялся в главной роли. 5, 6, давай, Эван, просыпайся. 9, 10. Сюжет фильма крутится вокруг мальчика по имени Эван и его друзей Келли и Томми. В жизни Эвана не все гладко и в какой-то момент он находит в себе способность возвращаться в прошлое. Решив, что может поменять некоторые вещи и исправить ошибки, чтобы зажить лучше, Эван меняет свою прошедшую жизнь. Однако каждый раз происходит что-то, что делает все хуже. Идея фильма основана на рассказе Брэдбери и Грянул гром, в котором путешественник в прошлое раздавил бабочку, кардинально поменяв этим все в своем времени. Это и называют эффектом бабочки. Фильм имеет два продолжения, правда, которые значительно хуже оригинала, несмотря на ту же идею. Когда я все исправлю, пришлю тебе открытку. Нет! 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 Один из самых популярных фильмов Квентина Тарантино. Кино о чернокожем, который прочитал Библию и пытался про это рассказать всем. Криминальное чтиво. Место номер 9. Самый известный и успешный фильм Квентина Тарантино Криминальное чтиво вышел на экраны в 1994 году. Фильм, как и многие у Тарантино, выполнен в нелинейной последовательности, однако при большом желании можно нарезать его и собрать так, чтобы сюжет шел по порядку. Однако при этом пропадет большая часть шарма картины. Ты, наверное, в колдобину попал. Никакой колдобины не было. Да не хотел я мочить этого бедолагу. Пистолет сам выстрелял. Сам фильм состоит из пяти разных историй, связанных между собой некоторыми персонажами. Актерский состав, который подобрал Тарантино, был шикарен, но он изменялся. Так, чтобы нанять уму Турман, режиссеру пришлось начитывать ей сценарий по телефону. А боксера Буча первоначально должен был сыграть Сталлоне, игравший Рокки. Ах ты козел. Бюджет фильма составлял всего 8 миллионов долларов, из которых 5 были на оплату гонорара актерам. Однако в первые же выходные фильм заработал 9 с небольшим миллионов, полностью отбив затраты. При этом криминальное чтиво вошло в десятку самых кассовых фильмов 1994 года, уступив Форесту Гампу. Весьма вероятно, что такой успех фильму сделало слово «фак», произнесенное в чтиве 265 раз, что было абсолютным рекордом на 1994 год. Самый лучший фильм по большинству мировых рейтингов. Семейное кино по произведению Кинга «Побег из Шоушенка». В нашем топе 8 место. Место номер 8. Фильм «Побег из Шоушенка», выпущенный на экраны в 1994 году, был снят режиссером Фрэнком Дарабонтом. На момент выхода в фильме многое не нравилось. Ни название из-за слова «Шоушенк», ни ограниченный прокат, всего 33 кинотеатра, где картина заработала менее миллиона, ни пролет по всем семи номинациям на Оскаре. Но вот спустя более 20 лет после выхода на экран «Побег из Шоушенка» является мировой классикой, прочно занимая первые места на мировых кинорейтингах и считается одним из самых лучших фильмов для посмотреть всей семьей. Сюжет повествует о молодом человеке Энди Дюфрейне, который попадает в тюрьму за преступление, которое не совершал. На саму роль Дюфрейна был готов согласиться Том Круз, однако не захотел сниматься у режиссера-дебютанта. В результате актера выбрал его коллега Морган Фриман, который играл персонажа по имени Ред. Он просто ткнул пальцем в списке, сказав, что вот с ним я и буду сниматься. Интересно то, что Робинс, в итоге исполнивший роль Дюфрейма, достаточно высокий, хотя у Кинга его персонаж среднего роста. При этом тот же Ред в книге вообще бледноликий ирландец, и ничего, очень удачно вышел у Фримана. Экранизация одноименного романа Стивена Кинга, фильм «Грустнее Титаника» и «Хатико», «Зеленая миля». Место номер 7. Фильм «Зеленая миля» снят режиссером Фрэнком Дарабонтом по одноименному роману Кинга в 99-м году. Сюжет рассказывается от лица обитателя дома престарелых Пола Эджкомба, которого играет Том Хэнкс. В молодости он работал в тюрьме в блоке Е, в котором содержались заключенные, ждущие смертной казни. Кстати, один из ляпов фильма как раз связан со смертной казнью, так как в то время, когда происходят главные действия фильма, в Америке не использовали электрический стул, а казнили людей через повешение. Тем не менее, в этом блоке преступники ждут своего часа, а дорога, по которой они идут перед смертью, окрашена в зеленый. Оттуда и название «Зеленая миля». В блок Е приводят огромного чернокожего, которого осудили за смерть двух маленьких девочек. Однако, через некоторое время оказывается, что у него есть мистические способности. Он исцеляет Эджкомба от инфекции и воскрешает недавно убитого мышонка, после чего многие начинают сомневаться в виновности осужденного. Фильм имеет четыре номинации на Оскар, но при этом ни по одной из номинаций не смог выиграть, что очень расстраивает фанатов, которые писали петицию и о гениальной игре актеров, и о проделанной режиссерской работе, и о тонкой грани между драматичными и трогательными сценами. Однако у фильма нет Оскара, зато есть почетное место в самом народном топе в мире. Первое правило этого фильма – никому не рассказывать об этом фильме. Пс, парень, шестое место. Бойцовский клуб. Место номер шесть. Культовый американский фильм «Бойцовский клуб» снят в 1999 году Дэвидом Финчером под наименному роману Чака Паланника. Сама идея пришла Паланнику в голову, когда его избили во время туристического похода, а на работе никто и не обратил внимания на его синяки. Ты что, подаешь это? Да, я продаю одежду. Сюжет повествует о типичном потребителе без имени в исполнении Нортона, который встречает Тайлера Дзёрдена. Того играет Брэд Питт. И вместе с ним они организовывают бойцовский клуб, место, где кто угодно может выйти и набить друг другу морду. Скользи. Из интересных фактов. Тайлер появляется в фильме несколько раз до того, как официально предстает перед персонажем. А в конце фильма вставлен мелькающий кадр с голым Нортоном. Ради фильма Нортону пришлось скинуть 10 килограмм, а также они с Питтом научились варить мыло и занялись несколькими видами единоборств. Кстати, во время сцены с первым ударом Нортон действительно бьет своего коллегу по лицу, хоть Брэд Питт и думал, что будет лишь постановка. Нет, всё нормально. После выхода фильм не отбил даже из своего бюджета. Однако к настоящему времени бойцовский клуб входит во все топы с лучшими фильмами, считается классикой, а фраза «Первое правило бойцовского клуба – никому не рассказывать о бойцовском клубе» занимает 27 место среди самых популярных цитат из кинофильмов. И вы смотрели самый масштабный топ, самого народного топа в мире, топ 5D5. И с вами был я, Ли Тайлер Дёрден Кей. Ставьте лайки под это видео, подписывайтесь на канал, потому что это очень круто. А также вступайте в нашу группу ВКонтакте, ведь именно там можно голосовать в топах. Все ссылки вы найдёте в описании. Ну а уже в это воскресенье вы увидите финал. Первую пятёрку самых легендарных фильмов всех времён и народов, которую выбрали наши зрители. Я буду рад, как Тайлер Дёрден, который хочет, чтобы никто не знал про бойцовский клуб. Если ты подпишешься на канал, а также посмотришь первую часть топа и третью, когда она выйдет. Субтитры сделал DimaTorzok